Военные деятели среднего жуза Казахстан Малайсары Батыр, род Басентин племени Аргын Срединга Жуза, Малайсары Батыр, Каз. Малайсары Татаулы, 1708-1754 год ГГ, общественный деятель, посол, а также участник казахско-джунгарской войны. Выходец из рода Басентин племени Аргын, Малайсары родился в нынешнем майском районе Павлодарской области. Происходит из рода Басентин племени Аргентри. В те времена над казахским ханством нависли тяжелые времена. Впоследствии нападения соседей, казахи лишились значительной части своих земель. К тому же, ситуацию ухудшали внутренние конфликты. В 1723 году, джунгарский хунт Айджигалдан Церин решает окончательно уничтожить казахский народ и завоевать их земли. Он бросает значительную часть своей армии, которой командует его сын Шона Лаузана. Нападение планировалось весной, так как в это время года казахи были более уязвимы и не могли дать должный отпор своему противнику. Эта тактика дала плоды. Джунгарская армия прочесывая степи, причинила коренному народу немало горя. Этот период остался в памяти народа как годы Великого Бедствия. Война за освобождение земель началась с первых дней вражеского нашествия и была возглавлена известными батырами, которые были готовы отдать жизни ради своего народа. В это время Малай Сары показал себя на поле боя. Согласно исследованиям В. Никитина, Малай Сары проникнув в центр Сары-арки, смог построить крепость в Каркаралинских горах. В это время эта местность была захвачена джунгарами. Прилагая огромные усилия джунгарским военачальникам, так и не удалось взять ставку батыра-2. Со временем, благодаря совместным ударам Малай Сары и других батыров, джунгары начали покидать казахские степи. Водушевившись этим, казахские племена смогли объединить все три жуза и выступить единым знаменем. Им удалось нанести ряд поражений джунгарской армии. Главной решающей битвой стало Ниракайское сражение, которое произошло в 1730 году. После этой битвы Галдан Церин был вынужден идти на перемирие. Однако хунта Иджи не смирился с поражением. Ему нужна была пауза для того, чтобы собрать новые силы. С 1739 года джунгары вновь начинают тревожить казахские земли. В 1741 году 30-тысячная армия джунгар, имея на вооружение артиллерию, начала беспощадно громить казахов из среднего жузо. Именно в эти моменты джунгары взяли в плен султана Абылая. Но и в этот раз казахская сторона смогла выстоять и дать отпор захватчикам. Несмотря на то, что противник превосходил их по силе, обе стороны понесли тяжелые потери. В конечном счете между сторонами было заключено временное перемирие. Осенью 1741 года казахское посольство отправилось в джунгарию для того, чтобы составить окончательное мирное соглашение. При встрече джунгарский хунт Айджи выдвинул два ультимативных требования. Первое – это ежегодная оплата дании. Второе – предоставление амонатов, заложников, многих известных правителей. Только при выполнении этих требований хунт Айджи был согласен освободить Абылая султана. В противном случае хунт Айджи был готов возобновить боевые действия. После этих требований в ханстве начался раздор. Часть ханов была готова принять требования Галдан Царина, другая же половина выступала против и была готова продолжить войну. В этот момент выдвинулся Малай Сары. Осенью 1742 года, возглавив казахское посольство, он отправился в джунгарию вместе с тремя амонатами. Прибыв на место, Батыр отдал Галдану амонатов и посоветовал ему ограничиться этим. Галдан был полон гнева, тем не менее находясь на джунгарской земле, Малай Сары вел себя достойно и сказал. За сказанные слова Малай Сары мог с легкостью лишиться жизни, но хунт Айджи высоко оценивает его храбрость. Он соглашается с условиями казахской стороны и снимает все свои требования. Абылая освобождается из плена и вместе с Малай Сары возвращается в родную степь. Под конец Абылая и Малай Сары получают от Галдына щедрые дары. По другим материалам известно, что Галдан Царин вместе с Абылой Султаном выпустил и многих других казахов, которые находились в плену у джунгар. Абатыру Малай Сары он дал титул Тархана. Малай Сары Батыр сыграл важную роль в подписании соглашения о перемирии. Абылай всю жизнь был благодарен Батыру за его поступок. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.